Мур, привет друзья, с вами Зверько. По-быстрому продолжаем рубрику, пока не навыпускали новых героев, которые изменят мету. Сегодня посмотрим топ 5 бойцов. Коротко о задачах бойцов. Они смежные. Суть такова, что чаще всего боец собирается наполовину в хп, наполовину в свою задачу. Например, Руби это контроль противника, а Лукард это убийца. Самое смешное, когда обоих собирают только в отхил, и когда у противника появляется хотя бы один антихил, они начинают страдать. Таким образом, без полной специализации, группа бойцов начинает проигрывать. Вот возьмут, к примеру, Чу, Руби и Зелонга, а с ними стрелок да поддержка. Не имея нормального урона, не имея нормального танка, ребята дохнут под веселую музыку и обвинения друг друга в роковстве. Так что, хочу отметить, для рандомных игроков не более одного бойца в команду. Топы уже давно разработали свои связки, но рандом это другая песня. Леоморд. Этот товарищ с конем на данный момент очень сильно опережает остальных по проценту побед. Его в списке среди всех героев опережают только Кимми и Клауд. Чем же хорош Леоморд? Не имея маны, но владея сильными навыками со старта, Леоморд не испытывает проблем с фармом, с ответами противнику, а с 4 уровня становится смертельно опасен. Благодаря пассивке он решает проблему недобитой команды. Стоит одному противнику в масс-файте просесть по хп, и Леоморд начинает раздавать всем окружающим тьму урона. Эта особенность в поздней игре позволяет разваливать команду противника, ослабленную лордом, а порой забирать и лорда. С другой стороны, не обладает большим здоровьем, танковать им не рекомендуется. Руби. Руби со своего появления находится в мете. Этому способствует врожденное усиление исцеления от навыков, быстрая КД этих самых навыков и дикая доставучая ульта, которая может сгрести пол команды и накинуть замедление, а уже союзники нанесут урон. Повторюсь, что не надо собирать онли отхил на Руби, так она становится подарком для убийц и магов. Альфа. Когда был только выпущен, убивал за комбу все живое, хоть и не на карте, но в радиусе ульты точно. Есть навык со стартовым исцелением. Хороший радиус навыков. Выделяется среди остальных бойцов внесением группового стана через ульту, с последующим нанесением урона навыками. Плюс к урону идет чистый урон от пассивки. Урон, урон, урон. Ага. Контроль и дамаг в одном флаконе. Олдос. Олдос это проклятие лейтгейма, а обычно в высоком ранге берется опытным игроком и фармится под прикрытием танка. Фармится он до тех пор, пока просто не начинает сносить сквишей с пары ударов. Ради эксперимента, играя в фуллпати на евросервере, пытался Виксаной не дать расфармиться многозвездочному Олдосу. Это в принципе неплохо получалось, но стоило уйти на помощь команде, которую гнобили 4 на 4, как Олдос через несколько волн просто ворвался в файт и показал, что нельзя было его оставлять. Он вносит очень много урона и обладает полезным щитом. Ульта же позволяет перемещаться по карте в нужном направлении. Но не думайте, что им легко нагибать. Фармить крипов и не умирать тоже надо уметь, как и реализовывать урон в поздней игре. Чу. Этот китайский паренек уверенно держится в топах, благодаря высокой подвижности и способности уворачиваться от контроля. Он становится отличным инициатором, способен помочь любому союзнику, быстро предоставив врага под урон. С другой стороны, очень и очень требовательен к навыку игры. Неопытный Чу в команде это якорь, который будет тянуть вас на дно. То умирая, то выпинывая противника куда не надо. Я вас очень прошу, научитесь им играть отлично, прежде чем брать в ранг. И смотрите на пик союзников. Если контроль уже есть, то может выберите другого персонажа. Еще скоро выходит Минситар, который скорее всего войдет в мету. У него есть навык инициации, контроля и удержания на месте с помощью ульты. Если его сильно не понерфят, ждите его в ранге. На этом завершается топ 5 бойцов. Если выпуски вам нравятся, ставьте лапки. А если хочется, подписывайтесь на канал, кто я такой, чтобы вам запрещать. Свободная страна же! Всем пока!